Добрый вечер! Мы продолжаем изучение недельного раздела Тор и Вайгаш, 45-я глава самого начала. В конце 44-й главы происходит драматическое столкновение между Йосефом и Иудой, когда Иуда упрашивает, угрожает, умоляет, убеждает египетского сановника, коим он считает Йосефа, отпустить Бениамина, не оставлять его у себя. И в конце этой своей речи Иуда говорит, итак пусть я, раб твой, останусь вместо юноши рабом у моего господина, а юноша пусть вернется с братьями своими, ибо как я вернусь к моему отцу, когда юноша нет со мной? Разве видеть мне бедствие, которое постигнет? Как мне видеть бедствие, как увижу я бедствие, которое постигнет моего отца? И вот здесь вот 45-я глава, Тора продолжает. И не мог больше Йосеф вдерживаться при всех, кто перед ним. И закричал, выведите всех от меня. И никто не стоял при нем, когда Йосеф открывался своим братьям. И он дал волю своему голосу в плаче, и услышали египтяне, услышал дом фараона, и сказал Йосефу братьям своим, «Я Йосеф, жив ли еще мой отец?» Но не могли братья его отвечать ему, потому что пришли смятения перед ним. Так не мог больше Йосеф сдерживаться при всех, кто стоял перед ними. Почему не мог сдержаться? В чем здесь дело? Что значит вообще не мог сдержаться? На первый взгляд это означает, что, в общем-то, он хотел бы продолжать свою игру. Что он хотел бы настаивать на том, что Бениамин останется здесь, в Египте, и продолжать смотреть на реакцию своих братьев или другие цели, которые он ставил перед собой. Только что не мог больше сдержаться, поскольку все достигло эмоционального накала такого, что дальше продолжать уже было невозможно, то Йосеф вроде сломался. Если мы понимаем это так, то нужно будет ответить на два вопроса. Первый. А почему он хотел продолжать игру? Ведь, казалось бы, все цели, которые он ставил перед собой, разыгрывая этот спектакль, были достигнуты. Братья признали свою неправоту, признались в том, что они были неправы, когда они продали его в Египет. Это было явно слышно из речей Иуды. И, казалось бы, ну вот все, цель достигнута. Можно уже открываться. И тогда почему же он хочет продолжать? И второе. Непонятно очень продолжение этой фразы. «И не мог больше Йосеф сдерживаться при всех, кто стоял перед ним». Если дело в том, что он не смог сдерживаться, то есть он не мог сдержаться, он хотел бы продолжать игру, но не смог сдержаться, тогда при чем здесь при всех, кто стоял перед ними? И дело же не в том, кто стоит перед ними. Дело в том, что он не может больше продолжать тот спектакль. Вот это два вопроса, которые возникают в этой самой первой фразе. Посмотрим, как разбирает эту фразу Раш. Раш пишет так. «И не мог больше Йосеф сдержаться при всех, не мог вынести, чтобы египтяне стояли рядом с ним и были свидетелями тому, как братья смутятся, когда он откроется им». То есть, говорит, Раш, а вы просто совершенно неправильно поняли эту фразу сначала. То есть, проблема главная, с которой Раш здесь борется, это именно второй вопрос, который мы задали. Почему сказано, что он не мог сдержаться при всех, кто стоял перед ними? Значит, говорит, Раш, слова «не мог сдержаться», мы поняли неправильно. Дело не в том, что он хотел бы продолжать спектакль, но не может выдержать этого. Нет, он уже пришел действительно к выводу, что пришло время открываться. Все его цели были достигнуты. Время открываться. Но он не может, не то, что он не может сдержаться, из него что-то прорывается, он не может выдержать, он не может вынести это. Ему это очень сильно мешает, то, что сейчас произойдет. Ведь если он сейчас прямо откроется братьям, а время, как мы сказали, пришло ему уже открыться, но ведь все это происходит в присутствии народа, здесь стоят египтяне. И та сцена, которая будет сейчас, Юсеф прекрасно принимает, что сейчас будет, когда он скажет им «я, Юсеф», безусловно, как это и Тора подчеркивает в дальнейшем, братья невероятно смучились перед ним. То есть стыд, который они почувствовали в момент этого признания, колоссальный, ни с чем не сравнимый. Это стыд, от которого хочется провалиться сквозь землю, не быть, не существовать. И все это еще произойдет на глазах у египтян, когда братья осрамятся перед ними. Вот этого Юсеф не может вынести. И это объясняет следующую фразу. И закричал «выведите от меня всех». Не очень ясно, почему тогда это закричал. Вроде бы правитель должен вести себя куда более сдержанно. И если дело не в эмоциональном накале, не в его борьбе с самим собой, то почему тогда кричит? Ну, может быть, он хочет, чтобы это было сделано побыстрее. Так это получается по Раши. Еще раз, то, что сказано, что он не мог сдерживаться, имеется в виду, говорит Раши. Это слово «сдерживаться», мы не совсем верно переводим его. Нужно его понимать по-другому. Не мог он вынести, чтобы египтяне стояли рядом с ним и были свидетелями того, как его братья осрамятся и смутятся, когда он признается им. Так писал Раши. Рамбан снимает другую позицию. Что значит «не мог сдержаться», пишет Раши. Пишет Рамбан. Мне кажется, он пишет, что поскольку вокруг Юсефа стояло много его приближенных и египтян, то они, египтяне, начали умолять его простить Бениамина и не настаивать на том, чтобы он оставался в рабстве. И они начали давить на него. И тогда слово, вот это вот, которое мы перевели, как в оригинале написано «Лаит Апек», и мы это перевели «сдержаться» в действительности в современном иврите, это слово «Лаит Апек» именно в таком значении употребляется. Но здесь у Рамбана, по крайней мере, понимание Рамбана – это совершенно другое. Он не мог, это означает, он не мог выдержать давление, которое оказывали на него стоящие при этом египтяне, которые давили на него, умоляли его, упрашивали его, и вот этого вот давления он и не мог выдержать. Значит, неправильно по Рамбану переводить это не мог сдержаться, а правильно перевести это он не мог выдержать того, что египтяне на него давили, умолили его отпустить Бениамина и пожалеть его. Продолжает Рамбан дальше, хорошо, а тогда, как мы объясним продолжение фразы, что Юсеф кричит «выведите всех от меня». По Рашинам это понятно, начало фразы связано с концом, поскольку Юсеф не может вынести того, что египтяне будут присутствовать при его признании братьям, поэтому он и кричит быстро всех «вон отсюда все». А как мы это понимаем по Рамбану? Продолжает Рамбан так, а причина, по которой он прогнал от себя всех египтян, заключалась в следующем, чтобы они не услышали о продаже, так как это могло бы стать камнем преткновения и для него, и для братьев. Дело не в том, что он заботится здесь о том, чтобы братья не срамились, нет, у него здесь достаточно холодный расчет, если египтяне будут свидетелями той сцены, когда он им признается, и он скажет им ту самую фразу «я, Юсеф, которого вы продали в рабство в Египет», это тут же станет известно египтянам. И тогда как они будут относиться ко всей семье Юсефа и его братьев? Ведь слуги фараона стали бы говорить о братьях, это люди вероломные, мы не желаем, чтобы они жили в нашей стране и чтобы они топтали наши дворцы, они же предали собственность, люди, которые продали своего собственного брата. Имеет смысл собственного брата продать в рабство? Имеет смысл с ними иметь дело? А как они поступят с нашим царём и с нашим отечеством? Т.е. здесь, если египтяне это услышат, то в дальнейшем, как это обычно бывает во многих странах, в которых евреи живут, их начинают обвинять в нелояльности, в том, что они вероломные люди, в том, что они непатриотичные, неверные своему отечеству, и здесь у них в руках будет замечательное доказательство – это люди, которые способны своего собственного брата продать в рабство, а уж тем более, что они продадут собственного царя и собственное отечество, и даже глазом не моргнут. Вот этого Юсеф хотел избежать, так писал Рамбан. Многие более поздние комментаторы рассказывают из-за недоумения, что действительно можно себе представить, что Юсеф вот так вот стоял твёрдым, как камень, и только давление египтян, не кого-нибудь, а именно египтян, которые просили и молили, и умоляли Юсефа пожалеть несчастного Бениамина. Только из-за этого он вот и сломался, только не выдержал он вот этого давления. Потому что как-то очень всё странно. И на самом деле не странно. Потому что Рамбан, если мы вспомним, почему, как объясняет Рамбан мотивы поведения Юсефа, почему он вообще начал весь этот розыгр, почему он не признался сразу братьям, почему он их обвинял, для чего ему нужен был весь этот спектакль. Рамбан написал об этом ещё в предыдущем разделе «Мекец», что Юсеф чувствовал обязанность реализовать те сны, которые он видел. Казалось бы, сны уже реализуются, да и нет. Сначала братья пришли к нему, он видел, что он ещё не реализовался, потому что в первом сне были 11 братьев, а пришли только 10, одного не хватало. Тогда он подарил его, чтобы к нему привели Бениамина. Вот, наконец, они привели. Здесь былся первый сон, но только один, только первый, а был же ещё второй сон, в котором луна, солнце и звёзды кланялись ему, значит, должны прийти отец и мать. С матерью это отдельная история. Как она могла прийти, её вроде бы уже не было в живых, но, по крайней мере, ещё должен был прийти отец, который должен был ему, Юсефу, поклониться. Этот сон ещё не реализовался, поэтому Юсеф продолжает плести свою интригу, и он хочет привести к тому, чтобы в конечном итоге и его отец, не зная, что он Юсеф, пришёл бы к нему, естественно, если он признается сейчас, что он Юсеф. И отец даже с большой радостью приедет к нему, чтобы увидеть его в Египте или навестить его в Египте, или даже если он приедет в Египет на постоянное место жительства, на ПМЖ. Но всё равно можно себе представить, что он будет кланяться в ножки своему сыну? Конечно же нет. Это нонсенс. Такого быть не должно. Сын должен кланяться в ножки отцу, но не отец сыну. И только одна единственная возможность. Если Яков придёт в Египет, ещё не зная, что Юсеф здесь, и тогда его представят высокопоставленному египетскому вельможе, вот тогда он может ему поклониться. Тогда сбудется и второй сон. Значит, не исключено, что Юсеф вполне хотел бы продолжать играть свою игру и, может быть, смог бы этого делать. Но, пишет Ромба, не получилось. Почему не получилось? Все люди, которые стояли и были свидетелями этой сцены, не выдержали. То есть на них настолько подействовала, настолько убедительной была речь иуды, что они, прежде всего, убедились, что необходимо здесь не настаивать на исполнении закона, нужно здесь пожалеть и нужно здесь отпустить юношу и не оставлять его в рабстве. И они начали спрашивать Юсефа. Вот этого он уже не мог вынести. Ну, приведем еще один комментарий по поводу конца фразы. Там было сказано, что когда он закричал, Юсеф, выведите от меня всех, и написано, не мог он больше держаться. На этот раз возьмем комментарий о Рахаим. Он объясняет, не как Раша, не как Ромба. Что значит не мог Юсеф держаться, объясняет он следующим образом. С одной стороны, Юсеф пришел к выводу, что нужно уже открываться. Действительно. Не как Ромба. Здесь он ближе к Раше. Но то, что написано, не мог он держаться. Дело не в том, что он не мог вынести того, что египтяне присутствуют и, может быть, его братья срамятся. Само слово Лаид Апек, оно все-таки достаточно несколько натянуто в комментарии Раше, как объясняет Раше, что имеется в виду, что он не мог этого вынести. Слово Лаид Апек, это все-таки означает ближе к тому, чтобы не мог выдержать или не мог сдержаться. Что же это значит, пишет Рахаим? А вот что. Ему, конечно же, не хочется, чтобы братья осрамились. Конечно же, он не хочет, чтобы египтяне при этом присутствовали. Поэтому что он должен сейчас сказать? Прошу всех выйти. И что тогда будет? Все начнут, дело же происходит все-таки при дворе крупного чиновника. Все встанут, будут чинно раскланиваться, будут по египетскому обычаю идти спиной так, чтобы не поворачиваться спиной к такому поставленному вельможи и так далее. Все это займет кучу времени. А он уже не в состоянии ждать. Он уже хочет раскрыться братьям. Все это, он уже дошел до точки. Все уже. Поэтому он не может выдержать, чего он не может выдержать, пока они будут выходить сами. Поэтому он позвал своих слуг, выводите всех от меня, быстро, 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 чтобы никого не осталось здесь. Вот почему он не может вынести. Очень интересный комментарий у Рахаима. И, конечно же, все, что его здесь волновало, это то, чтобы… Здесь, конечно, нет никакого спора. Все, что его волновало, это то, чтобы его братья не осрамились. Проблема не в нем, проблема не в его признании. Ведь, как говорит у Рахаим, посмотрите, что сказано дальше. «И дал он волю своему голосу в плаче». То есть, он закричал. Все это его признание, он не говорил с ними сейчас с шепотом. Он, так, по крайней мере, у Рахаим пишет, наоборот, дал волю своему голосу, поднял голос, закричал. Услышали египтяне? То есть, те, которые стояли, те самые египтяне, которые раньше стояли перед ним, и их слуги выдолкали в шею, в приемную, в прихожую, когда он завопил. Конечно же, они все слышали. Чего же он тогда хотел? Чтобы египтяне не видели, что произойдет братья, то, как они смутятся. И смущение, конечно, должно было прийти. Это он понимал, так оно и случилось. И он дал волю своему голосу в плаче. И услышали египтяне, и услышал дом фараона, и сказал Йосеф своим братьям, я Йосеф, жив ли еще мой отец? Это странно. В предыдущей главе вот вся эта речь Иуды, в ней Иуда раз за разом повторяет один из главных мотивов этой речи, то, что есть старик-отец, который душевно связан с юношей. И не дай Бог, если юноша не вернется домой, то отец этого не выдержит, и сведут тогда твои рабы седину нашего отца в горе и в печали в могилу. И Иуда повторил это на разный ад несколько раз, если не оживаясь, чуть ли не пять раз. Значит, Йосеф это слышит, что отец жив, наоборот. Не дай Бог, если он не увидит ребенка, с ним случится инфаркт, он этого не переживет. Но он жив. Так чего же тогда он задает этот риторический вопрос, жив ли еще мой отец? Ну, неизвестно, что он жив. Зачем это задавать? И еще. И сказал Йосеф своим братьям, подойдите ко мне. Вопрос. Зачем? Почему подойдите ко мне? И они подошли. И он сказал, я Йосеф, брат ваш, которого вы продали в Египет. А сейчас не горюйте, и пусть не кажется вам досадным, что вы продали меня сюда. Ибо для пропитания Бог послал меня впереди вас. Почему нужно было подойти? И еще. Когда он… Получил ли он ответ на свой вопрос, жив ли еще мой отец? Нет. Почему? И сказал Йосеф, братьям, своим я, Йосеф, жив ли мой отец? Но не могли братья отвечать ему, потому что пришли в смятение перед ним. Что это за смятение? Раши обращает наше внимание. Смотрите, здесь написано смятение. Это от стыда. То есть, чтобы мы не подумали ни в коем случае, что они испугались. Могли бы испугаться, конечно. Можно было бы объяснить это и так, наверное. Ведь если они хорошо понимают, что сейчас человек, которого они продали в рабство, они в его руках, вся сила в его руках. Он может их стереть в порошок, и никто им ничего не скажет. Наверное, можно было бы испугаться. Но Раши говорит, нет. То, что написано «кини в галуми панав», так это написано в оригинале, вот это вот «бэгала», то чувство, которым я владела, это не страх. Это здесь было из-за стыда. Поэтому мы перевели на русский язык как «смутились», не испугались, а смутились. В Талмуде и в Медраше приводятся слова Раби Йоханна. «Сказал Раби Йоханнам, горе нам в день суда, горе нам в день упрека». Если уже Йосеф, который был младшим из братьев, когда он упрекнул своих братьев и сказал им «я, Йосеф, ваш брат, то чуть душа у них не вылетела, то что же будет, когда сам Всевышний встанет на суде? Если уже так перепугались братья Йосефа, то что же сказать о том дне, когда сам Всевышний потребует возмездия за оскорбления, которые ему нанесены нарушением заповедей и так далее?» То есть в этом отрывке видел Раби Йоханнам пример того, что ждёт нас в день, когда Всевышний будет нас судить, в день, когда Он будет разбираться с нами за все наши грехи. Что здесь за параллель? Во-первых, неясно ещё… Ну, первая фраза Раби Йоханн ещё как тыснил. «Ой лан у ми йома дин» – горе нам в день суда. Ну, в общем-то, мы и без этой истории тоже могли себе представить, что со своими грехами нам действительно в день суда ничего хорошего нас не ждёт. Страшно. Конечно, страшно. Горе. Он здесь упоминает ещё одно. Вторая фраза «Ой лан у ми йома тохиха» – горе нам в день тохиха. Тохиха – слово, которое тяжело перевести на русский язык. В принципе, это означает критика. Критика – упрёк. То есть есть даже такая заповедь «Охех, тохех, это мытеха, вроти саалаххет» – нужно сделать, если мы видим человека, который ведёт себя неподобающим образом, то у нас есть заповедь, мы обязаны сделать ему замечание. Ну, или некоторые переводят это на русский язык как упрёк, упрекнуть им. Хотя это не точно. Замечание, критику. То есть сказать ему лишь такое, с чего он поймёт, что он поступает неправильно и чтобы он в дальнейшем так не поступал. Вот это и есть тохиха. «Где мы видим, что Йосеф сделал замечание своим братьям?» Никаких замечаний он не сказал. Сказал только всего лишь одну фразу. «Я, Йосеф, брат ваш, которому вы продали в Египет, жив ли ещё мать?» Вот и всё. Какая здесь критика? И почему День Суда Всевышнего тоже называется Йоматохыха, днём критики замечаний? Всевышний на этом суде не будет нам делать замечание. Замечание делает тому, для чего делать замечание, чтобы ты в дальнейшем себя так не вёл. Но День Суда – это день, после которого дальнейшего уже нет. День Суда – это день, который уже заканчивается расчёт с человеком, и больше человек уже заповеди исполнять не будет, дальше он только пожинает плоды того, что он либо исполнял, либо того, что он нарушал. Поэтому почему этот вдруг, этот самый День Суда называется днём замечания Йоматохыха? Тоже не ясно. И тот вопрос, который мы задали в самом начале, почему Йосеф задаёт риторический вопрос, жив ли ещё мой отец? Он слышал, что отец живёт? Иуда это повторил по крайней мере пять раз. Все эти вопросы, они только помогают ответить друг на друга. Один вопрос отвечает здесь на другой. Что произошло? Та самая речь Иуды, полная пафоса, в которой он обвиняет египетского вельможа, египетского сановника в жестокосердии, в том, что он не хочет подумать о старике-отце, в том, что он берёт на свою совесть такой грех, что отец, увидев, что юноша не взвернулся, он может просто умереть от горя. И речь его сотрясает просто все основы, настолько сильная, как пишет Ромбан, что даже египтяне, уж на что жестокие и жестокосердные люди и те здесь попали под влияние Иуды и стали упрашивать Йосефа, чтобы он отпустил Беньямина. Это верно. И вот здесь Йосеф произносит всего лишь два три слова. «Я, Йосеф, которого вы продали в Египте, жив ли ещё мой отец?» Это вопрос риторический. Он знает, что он жив, конечно. Он хотел сказать намёком, и так как действительно написано в Аллахе, что тохэха – упрёк, замечания, замечания нужно людям делать и критиковать их не прямым текстом, а намёком. Намёком здесь был жуткий, жуткий упрёк. «Положен», – говорил этот упрёк, – вы нашли какие-то причины, по которым вы решили, что необходимо было меня удалить из дома, – намекал Йосеф, и даже продать меня в рабство. На мой взгляд, причины были недостаточно. Но, предположим, вы считали это необходимым. Очень здорово. Только одно. А про отца это пыль. «А чем виноват отец в том, что вы решили меня сбыть с рук? Ведь этим же вы его могли свести в могилу? Жив ли ещё?» То есть после всего того, что вы ему причинили, он ещё жив? И вот здесь происходит страшное. Здесь смутились перед ним, говорит Раша, из-за стыда. Жуткий, жуткий стыд. Что такое? И вот здесь рабе Йохан написано, что каждый раз, когда он доходил до этого стиха, у него текли слёзы, он начинал плавать. Вот здесь самая страшная вещь написана, которая и ждёт нас в день суда. Почему? Что такое этот суд? Что на нём происходит? Почему на нём так страшно? Давным-давным-давно я только самый первый год учился в Ешипе. И вот наступил месяц и лунь. Месяц перед рожей жена, перед днём суда. Я хорошо помню уроки, которые тогда давались в Ешипе, в которые я учился, и другие, немножко старались каким-то образом напугать приходящим днём суда, чтобы разворошить и как-то нас толкнуть на то, чтобы взять себя в руки и начинать учиться по-человечески, молиться по-человечески, делать шубу. Всё ясно. В общем-то, то, что происходит в любом учебном заведении в дни месяцев. Но я чувствовал, что все эти попытки меня напугать, они проходят немножко мимо ушей моих, потому что мне очень страшно. Не убедили. В какой-то момент я набрался наглости, подошёл к одному из рыбанин в Ешипе и сказал ему следующую вещь. Знаете, вот как-то я ещё несколько лет тому назад, честно, скажу, почистывал всякие христианские книжки. И вот там есть описания очень красочные, страшного суда, каких-нибудь адских мук для грешников. И можно, конечно, над этим смеяться и подхихикивать, но я в какой-то момент при всей своей циничности почувствовал, что немножко это пугает, немножко страшновато. А может быть, у нас есть что-нибудь вот наше, ведь кошерное тоже в этой области, чтобы вот так вот напугать? Он сказал, да, конечно, есть, посмотри, в книге «Решит хухма», там есть одна из глав, называется «Масахед гейном», трактат о гейноме, почитай, там тоже написано. Ну, я побежал, взял эту книжку, стал читать. Ну, опять же, не напугала меня эта книжка. Там всё разобнуто, как сейчас состоит гейном, все его круги, круги ада, кто находится в первом кругу, кто во втором, кто в третьем, какие грехи, там и там всё с еврейской пунктуальностью расписано, всё, ну, опять же, ну, не страшно. Я пришёл, он признался, не страшно. И вот тогда он и высказал следующую фразу, помню её до сих пор. А чего страшно, понимаешь? Что такое этот суд? Как это будет выглядеть? Знаешь, это будет выглядеть приблизительно, как зал кинотеатра. Удобные стулья, мягкие, экран большой, тьма в зале. А на экране тебе показывают всю твою жизнь. От первого до последнего. От начала и до конца. Почему это так страшно? Потому что всю свою жизнь мы, в общем-то, считаем себя вполне приличными и вполне уважаемыми людьми. И хотя мы там и сами понимаем, что где-то мы сделали какую-то гадость, но у нас всегда, всегда есть оправдание. Почему мы живём такой вот самодовольной жизнью и не чувствуем себя грешниками и в результате не стараемся исправляться? Потому что у нас есть всем нашим проступкам, всем неблаговедным нашим делам, у нас есть оправдание. А это я сделал, потому что я был в стеснённых обстоятельствах. А в стеснённых обстоятельствах, может быть, это и нужно сделать. А здесь я просто не выдержал. А здесь вообще-то это не так уж запрещено. Это вообще-то запрет только мудрецов, потом это разрешено, это и то запрет мудрецов в случае, если очень его трудно. Ну, в общем, у нас есть и по отношению к другим людям то же самое. Да, конечно, я сделал по отношению к такому человеку, может быть, я думаю, можно рассматривать гадость, но он же сам первый начал, он же сам меня на это толкнул. В результате у нас есть... Как только мы находим себе оправдание, эти оправдания действуют как амортизаторы нашей психики. Так некоторые психологи и объясняют. В этом-то суть того известного выражения мудрецов, что если человек совершил один грех, а потом повторил ему, то этот грех ему как бы уже и разрешён. Спрашивают Талмуд, как это так, как бы уже разрешён? Отвечает Талмуд, нет, имеется в виду, что он его уже воспринимает как вещь разрешённую. То есть человек не хочет, ну и, наверное, не может жить с сознанием того, что он дрянет, что он делает гадости. Ну а как не жить с таким сознанием? Есть тяжёлый путь, а именно взять и исправиться. Но это же тяжело. Куда легче, и человек обычно идёт по пути на меньшего сопротивления, так вот куда легче оправдать себя, найти себе оправдание. Мы либо роемся в нашей памяти, находя себе оправдание, либо мы роемся в каких-то книжках, в которых мы можем найти себе оправдание и увидеть, что то, что мы сделали, оно не так уже страшно и так далее. И в тот момент, когда мы какое-то такое оправдание себе нашли, пусть оно натянутое, пусть оно белыми нитками шито, но мы уже успокоились. Совесть у нас успокоилась до следующего раза. Но вот когда человек приходит в лучший мир и попадает в этот самый кинозал, то он сейчас видит всю свою жизнь заново, на этот раз, как сторонний наблюдатель, и видит каждый свой поступок так, как он есть, без оправданий. И когда ему ясно, что все те оправдания, которыми он закрывался от собственной совести, они падают там, как фиговые листочки, потому что человек видит истинную суть своих поступков. Не так, как он их себе интерпретировал, что это не так уж страшно, а так, как они есть. Это ужасно, жутко. Вот это вот и есть ад. Не нужен в этом аду не нужны сковородки с кипящим маслом или еще какие-нибудь такие. Стыд, который испытывает человек… А что такое стыд? Когда человек испытывает стыд, он сгорает от студа. Вот вам и огонь. Огонь адский – это огонь стыда, когда человек сгорает в собственном стыде. Понятно и то, как объясняет мораль, что такое ад – это не бытие, не существование. Человек, которому стыдно, но хочется провалиться сквозь землю. Не быть. Ощущение того, что нет, невозможно. Вот это вот и есть. Это то, что увидел рабе Йоханн здесь в этой самой истории с Иудой. Иуда с невероятным пафосом обвинял всех и вся здесь в том, что какие жестокосердные люди, как им не стыдно и как они допускают такое отношение по отношению к старику отцу. И когда Йосеф показал ему вот так вот в зеркало, смотри, отец еще жив после всего того, что вы и с твоим участием тоже, после всего того, что вы ему сделали, причинили, он еще жив, вы его не угробили. Что можно было ответить? Ответить нечего. Все ответы на этом кончились, все оправдания. До сих пор 20 лет братья себя оправдывали. Каждый раз находили оправдание, почему они должны были так поступить и почему это было необходимо и почему это было надо. И все, кончилось. То есть, нет больше оправданий. Вот она истинно, голая, голая правда, как она есть, неприглядная и очень тяжелая, жутко, страшно, ни слова нельзя ответить. Вот почему говорит Раби Йохамин, горе нам в день суда, горе нам в день упрека. Это и есть тот самый упрек. Что такое упрек? Когда тебе показывают, что все твои оправдания – это просто ничто, ничего не стоит. и ты остаешься своими поступками такой, как есть. Это страшно. Очень страшно. Поэтому у мудрецы душа у них почти выпорхнула. Когда ты становишься лицом к лицу к истине, так как она есть, без прикрытий неприглядной – это жутко страшно. Иосеев чувствует это. Он же видел, что происходит с своими братьями. Конечно. Да он, в общем-то, и ожидал, что будет очень тяжелая сцена. Поэтому, как мы объясняли, он постарался всех египетян выгнать, выгнать побыстрее, вытолкать в шею. И теперь он делает усилия для того, чтобы этот возникший лёд растопить, разбить, и начинает говорить с ними примирительно и ласково. И сказал Иосеев своим братьям – подойдите ко мне. Мы спросили, почему он говорит, что подойдите? Зачем он это просит? Есть комментаторы, которые говорят просто, например, Анациев и Мехдавар, он говорит так. Сначала он выгнал египтян отсюда, но Иосеев же понимает, он же не первый год при дворе. Он понимает, что у придворных есть длинные-длинные уши, и у стенок тоже есть уши, наверняка там все стоят и подслушивают, а он вовсе не собирается срамить своих братьев в присутствии других, а уж тем более египтян. Поэтому он говорит – подойдите поближе, потому что он собирается с ними говорить шёпотом, рассказать им всё, что он может сказать. Но мы можем объяснить это по-другому, так как пишет «Страши, подойдите ко мне». Увидев, что они отступают назад, он подумал – теперь мои братья смутятся. И поэтому он заговорил с ними мягко в подтверждение своим слов ещё и показал им, что он обрезан. То есть именно потому, что вот это их естественное совершенно движение было после того, как они настолько смутились, после того, как они настолько устыдились, то они стали пятиться назад. Поэтому Юсеф, наоборот, говорит им – подойдите. И начинает их уговаривать, начинает говорить с ними мягко и миролюбиво. И сказал – я Юсеф, брат ваш, которого вы продали в Египте. Значит, сначала он себя идентифицирует, я – Юсеф. И дальше говорит им ещё одну фразу, которая, по идее, должна быть в качестве удостоверения личности. Ведь кто ещё может знать об этом факте? Они же никому никогда рассказали. Может быть, то, что у них был брат Юсеф, может, ещё кто-нибудь, какой-нибудь самозванец тоже может назвать себя Юсефом. Можно быть. Но откуда самозванцу знать, что они продали Юсефа в Египет? Это очень убедительное доказательство, что это он и есть. Но вместе с тем эти слова снова звучат достаточно обидно. «Которого вы продали в Египет». Поэтому Юсеф сейчас тут же старается это исправить. «А сейчас не горюйте. И пусть не покажется вам досадным, что вы продали меня сюда. Ибо для пропитания Бог послал меня впереди вас». И здесь он рассказывает им всё то, чего они ещё не знают. «Вот уже два года голод». То, что они голод, они, конечно, знают. Но продолжение. «Вот уже два года голод в стране. И ещё пять лет не будет ни пахота, ни жата». Этого они ещё не знают. Это знает Юсеф из своего сна. «И Бог послал меня перед вами, чтобы оставить на земле и сохранить вашу жизнь для великого спасения». И сразу вслед за этим «И так не вы послали меня сюда, но Бог». У Юсефа было много времени обдумать всё то, что произошло. И он пришёл к этим выводам, что всё, что произошло, конечно, был конфликт с братьями, они продали его сюда, но на самом деле здесь проведение руководило всей этой историей. И поэтому интересно, что Юсеф даже подбирает слова очень точно. Сначала он говорит «вы, я Юсеф, которого вы продали Египет». Не будем, кстати, забывать, что есть две версии того, как происходила продажа. Есть версия Раши и многих других комментаторов, которые тут следят за ним, что Юсефа вытащили из ямы сами его братья, и они же продали его ешмельтянам, те уже продали его меденитянам, и пошло дальше, дальше, дальше. А есть версия и другая версия. Рашбама с формой других, которые говорят, что дело было не так, что братья не продавали его, а продали его меденитяне, т.е. братья только сбросили его в яму, сели поодаль, ждали, пока пройдет караванный ешмельтян, а неожиданно появились другие люди, т.е. очевидно, на крики Юсефа подошли туда меденитяне, они уже вытащили его из ямы, и они уже продали его ешмельтянам, когда братья были только… они только могли об этом знать, но не больше. В любом случае, и в том, и в другом случае объяснять так или объяснять так, даже по второй версии, в конечном итоге, они были причиной, хоть и косвенной, но они были причиной его продажи в Египет, и вот это он им сейчас и напоминает, что вы или непосредственно, или косвенно все-таки продали меня в Египет. Это в третьем стихе, а в восьмом он говорит «Итак, не вы послали меня сюда». Глагол «продали» сменяется на «послали». Здесь есть послание, ведь поскольку всем этим, всей этой историей руководило проведение, и мы знаем, почему его руководило, поскольку еще Аврааму Всевышний пообещал, и сказал ему, и сообщил, что ты должен знать, что твое потомство будет пришельцами в чужой земле, и их будут там угнетать, будут их порабощать 400 лет, а после этого я их выведу с большим достоянием. Вот сейчас через Юцефа и его братьев и реализуется то самое предопределение, по которому потомки Авраама должны оказаться надолго в чужой земле и быть там в провощении, в угнетении. Оказывается, это Египет, и только потом выйти оттуда с большим достоянием, получить Тору и отправиться уже на завоевание страны Израиля. Сейчас Юцеф понимает, что вот через ту самую ссору, которая возникла между ним и его братьями, и реализуется то самое предопределение. Поэтому он и начинает, что мы между собой, между нами была ссора, вы меня продали. Но на самом деле, то есть внутренняя суть событий, невидная для глаза, вы меня послали. Более того, в этом восьмом стихе изменяется не только сам глагол, не только сказуемое, но и подлежащее. Сначала он говорит, вы продали меня в Египет, а в восьмом стихе не вы послали меня сюда, а Бог. Есть тот, кто руководит всем этим проектом. То есть Всевышний руководит тем, что происходит. Он творит историю точно так же, как он сотворил природу, он творит историю. Но только историю он творит через поступки людей. Как? Не отменяя их свободы выбора, а через их свободы выбора. Пользуясь их ошибками, пользуясь их прегрешениями, пользуясь их недосмотром, не отменяя, не вмешиваясь в их решение, а предоставляя им самим решать, но всё равно он направляет дела так, что они идут в нужном ему направлении. Это Всевышний посылает. Всевышний посылает – это не значит, что он хватает Юсефа за шкирку и отправляет его в Египет. Нет. Он его посылает через дела людей, через то, что братья неправильно воспринимают его поведение, через то, что братья ему завидуют, через то, что братья его ненавидят, через то, что его отец не видит этого конфликта, который зреет в его семье, через то, что он его посылает в Шхем, через то, что… Дальше, дальше, больше, дальше. Боже, так накручивается этот клубок, и в конечном итоге происходит то, к чему Всевышний подталкивает весь этот паровоз истории. Всё приходит к тому, что Юсеф оказывается в Египте. Более того, поначалу Юсеф видел, что он должен был себя, наверное, спросить, если действительно проведение того хочет, чтобы мы оказались в Египте, а зачем? Он мог об этом спрашивать себя долго, находясь в доме – казалось бы. Вот оно, простое объяснение для того, чтобы просто семья не погибла во время голода. И он его упоминает, это объяснение братьям. «Вот уже два года голод в стране, и ещё пять лет не будет ни пахты, ни жатвы, и Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле для того, чтобы не погибнуть от голода». И только потом он говорит им, что есть куда более высокое предназначение, и сохранить вашу жизнь для великого спасения. Это не просто значит выжить во время голода. У них ещё великая миссия, для которой они должны досуществовать и дожить. Эта великая миссия реализуется только после исхода из Египта, когда придут к горе Синай. Но всё это ещё впереди. И пока что нужно разобрать ещё несколько стихов здесь. «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, и он поставил меня отцом фараону, господином всего ему дому и правителем от Египта». Странное выражение. Что значит «он поставил меня отцом фараон»? Фараон, вроде, был свой собственный папа. Хотя, может быть, по каким-то отдельным теориям фараон сам считал себя своим собственным папой, он сам себя породил и так далее. Ну, понятно, это уж тем более, вроде бы, как он не требовал, чтобы никто другой стал его папой. И Раша объясняет, что имеется в виду, пользуется здесь латинским словом «патрон», т.е. он ему становится наставником, становится ему главным советником, направляющим действия фараона, господином всего ему дому и повелителем над всем Египтом. «Поспешите, ступайте к моему отцу и скажите ему, так сказал твой сын Йосеф. Бог поставил меня господином над всем Египтом, сойди ко мне, не откладывай. И ты поселишься в земле Гошен и будешь близок ко мне, ты и твои сыны и сыны твоих сынов, твой мелкий и крупный скот и все, что у тебя». Сразу же, еще вот буквально в первых фразах, которые братья должны будут сказать Якову, смысл которых в том, что Есеф просит, чтобы отец пришел в Египет, он тут же говорит ему, ты поселишься в земле Гошен. Земля Гошен, по мнению большинства переводчиков и комментаторов, имеется в виду это Дельта Нила. И почему он на этом настаивает? Да потому что, как объясняют комментаторы, Йосеф хорошо понимал, что Якову не захочется жить в центрах египетского населения. Еще давным-давно, еще за времен Авраама. Авраам, когда он приходит выразить в Исраиль, хотя сам он был городским жителем, пришел он из Вавилонии, из крупного города Ур-Каздин, но в Исраиль он старается держаться подальше, подальше от коренного населения. Поэтому он ведет жизнь педуина, живет в палатках, не в городе. А уж тем более прийти сейчас в Египет. Египет – это уж совсем-совсем малоприятное место. Так оно, по крайней мере, в глазах Якова, оно очень неприятное место со всеми пороками, которые там есть. Совсем развратом, который там принят. И дал поклонство, все это. Поэтому, естественно, ему захочется жить подальше от египтян. И это возможное возражение Якова, куда же я пойду в Египет, в это мерзкое место. Он сразу же на него отвечает. А есть такое место, которое я тебе отведу, земля Гушен, дельта Нива. Там египтяне не живут, это места для них непригодные. Они живут ниже по течению, южнее, ниже по течению Нива. Им это совершенно-совершенно не нужно. А там те самые пустые места, они как раз для нас. Я буду содержать тебя там, потому что впереди еще пять колодных лет, чтобы ты, весь твой дом и все, что у тебя не обнищали. Потому что не обнищали, довольно странная здесь фраза. Потому что не обнищали. Харамбан говорит, что это просто уважительная форма речи, в которой он обращается к отцу. Имеется в виду для того, чтобы просто вы выжили, чтобы вы от голода не умерли. Но сказать подобную вещь по отношению к отцу это некрасиво. Поэтому Йосеф выбирает более красивую форму, чтобы вы не обнищали. Ваши глаза видят и глаза вашего брата Бениамина, что своими устами я говорю с вами. Чрезвычайно непонятная фраза. Ваши глаза видят. Что они видят? И глаза вашего брата Бениамина. А чем глаза брата Бениамина отличаются от ваших глаз? Почему он их разделяет? Ваши глаза видят и глаза вашего брата Бениамина. А что они видят? Что своими устами я говорю с вами. А как можно видеть, что он своими устами? Он может думать, что чревовещатель какой-нибудь здесь говорил. То есть, честно говоря, слово «что своими устами» я говорю с вами не совсем точно. В оригинале ничто. С определенной натяжкой только можно так перевести. Но и все равно, даже если так не перевести, все равно брат от этого понять не остановится. И что нужно было видеть? И в чем он их здесь убеждает, когда он говорит, что я своими устами говорю с вами? Обратимся к Раши. Раши пишет так. Вот ваши глаза видят. То есть, вы не глаза, конечно, видят, а вы своими глазами. Не то, что вам кто-то рассказал. А вы своими глазами видите мою славу и то, что я ваш брат. Нет. Ведь я обрезан, как и вы. То есть, тем самым мы еще понимаем, почему… Дополнительное здесь объяснение, почему Юсеф попросил их подойти к нему ближе. Для того, чтобы дать им самое-самое неопровержимое доказательство, что действительно он их брат. Потому, что он им показал, что он обрезан. Как и вы. И к тому же своими устами я говорю с вами на вашу накодыш на священном языке. То есть, эти слова, что я говорю с вами своими устами, что они своими устами, не чужими же, конечно. Имеется в виду, что своими устами говорю на вашу накодыш. Вот еще одно доказательство. То есть, получается, что по Раши это дополнительное, хотя вроде бы Юсеф привел им уже достаточно сильное доказательство, когда он им сказал, что я ваш брат, которого вы продали в Египте. Ни одна живая душа, по идее, об этом не знала, что они продали своего брата в Египет. Но из-за того, что они смущаются и лед еще не тронулся, то Юсеф продолжает приводить дополнительные доказательства. И показывает им, что он обрезан. И говорит, вот видите, я с вами говорю на вашем языке. Арамбан здесь спрашивает такой вопрос. Мне очень понятно, почему факт того, что он говорит на их родном языке, доказывает, что он их брат Юсеф. Если сегодня ко мне подходит человек где-нибудь за границей и заговорит на иврите, значит он еврей. Как сейчас помню, когда я сидел в самолете, Москва-Одесса, рядом сидела компания совершенно пьяных, в жутком виде людей. И где-то уже через час они продолжали пить. Из пьянства один из них вдруг посмотрел, мутными глазами меня разглядел и обратился ко мне на иврите, с русским акцентом, и попросил извинения за то, что они балагать. Естественно, достаточно много людей приезжают сюда, в Израиль, работают здесь, потом возвращаются снова в Россию, в Украину. Говорят на иврите, на работе. Говорят, что за доказательство того, что кто-то говорит на этом языке? Более того, Гутранбан. Лошон Акодыш. Язык Торы. Это был язык семейства Якова. Почитаем, что он говорит. Ну, Пшат, то, что я своими устами говорю с вами на святом языке, то есть без всякого переводчика, до сих пор. Йосеф общался с ними через переводчика, а сейчас всё отброшено, сейчас я вам говорю с вами, мы говорим на одном языке. Так объясняет комментатор. Возможно, что Йосеф действительно сказал им это в качестве умиротворяющего аргумента. Может быть, в качестве умиротворяющего, но это не является доказательством, так как это вроде бы следует из Раши. Ну, ведь не один же Йосеф говорил в Египте на святом языке. Вопрос, а откуда эти египтяне знают еврейский язык? С каких пор у египтян знание еврейского языка? Более того, с моей точки зрения. То есть я знаю, что вы хотите сказать, что еврейский язык это был исключительно языком вот этой самой семьи. И больше никто на этом языке не говорил. Когда это ещё? Может быть, каким-то доказательством? Ну, это же неверно. С моей точки зрения, еврейский язык – это был язык земли Кенаан. Рамбан первым, который это сказал. То есть кенаанейские жители говорили на этом же самом языке, так как Авраам не мог вынести его из Урказ-Дима-Харама. Если это был язык семейства Авраама, то, значит, Авраам принёс его из тех мест, в которых он жил. Но этого же быть не может, это нонсенс. Почему? На каком языке Авраам пришёл из Урказ-Дим? По мнению Рамбана он вообще-то и в Урказ-Дим, в Южном Ираке, в Южной Вавилонии, он был тоже пришельцем. А родом он из Харана – город на границе между Сирией и Турцией, между речи. На каком языке там говорили? На арамейском. Доказательство тому. То, как Лаван, который живёт там, в Харане, он называет Курган, который он и Яков сделали для того, чтобы он границами, он называет его Ягар-Сагадута. Это чисто арамейский язык. И язык не может быть принадлежностью только одного человека. Нет таких семейных языков. Язык – он язык страны. Поэтому язык, на котором говорили в Канаане. И многие египтяне знали его, поскольку Канаан был близко. И уж тем более правитель, ведь цари и правители обычно владеют многими языками. То есть, получается, говорит следующий рамбан, что язык, вот то, что мы называем на Сона-Кодеш, в основе своей этим языком пользовались люди, жившие в Канаане, и в том числе Авраам и его семейство. Хотя родным языком Авраама был арамейский язык, а не Лошон-Акодеш. Он только его воспринял, когда пришёл. Но если это был язык… Кстати, можно к этому добавить, ведь сегодня мы видим в раскопках, когда находят письмена канонейских жителей, они написаны. Долго-долго думали археологи и пытались разгадать, что же это за язык. Пока в конечном итоге не увидели, что в этом языке 22 знака. Что навело их на простую мысль? Значит, это еврейский алфавит, в котором 22 буквы. И когда применили для расшифровки еврейский алфавит, текст пошёл в действительности. Значит, по крайней мере, не говорю сейчас о корнях, о языке, это отдельная история, но по крайней мере мы знаем сегодня из раскопок, что алфавит, которым пользовались древние канонейни, это был алфавит еврейский, тот же самый, которым пользуются в дальнейшем и потомки Аврамы. Но если так, то понятно, что в Египте могли быть ещё люди, которые знают язык соседней страны. Как в любой стране говорят на своём родном языке, и достаточно много людей знают язык соседних стран. Естественно, поэтому какое может доказательство, если какой-то египтянин говорить на канонейском языке? А уж тем более, если этот египтянин ещё и сановник, так уж раньше для того, чтобы быть сановником, нужно было другие языки знать. Не только тем, кто собирается быть министром иностранных дел, но и вообще. И ещё, ведь как Юсеф попал из канона в Египет, так могли попадать и многие другие, не только что египтяне, но наверняка в стране египетской живут ещё достаточно много канонеев, а уж тем более они говорят на этом языке. Поэтому это не доказательство. А что же доказало братьям? Ну, основным доказательством для братьев было то, что он назвал своё имя и напомнил им о продаже. Возвращается Роман к тому, что самый убедительный его аргумент был в том, что я Юсеф, которого вы продали в Египте, об этом больше никто не знал. Мне кажется, что Юсеф подразумевал следующее. Вот ваши глаза и глаза моего брата Бениамина видят, что я правитель и господин всего Египта, своими устами говорю вам что? Что я ваш брат. Не то, что я своими устами говорю с вами на одном языке. Ещё тысячи людей говорят на том же самом языке. Нет. Я своими устами говорю, что я ваш брат. Я же своими устами говорю, что вы продали меня в Египте. Кто ещё об этом знает? И я повелеваю вам привезти моего отца и так далее. Осталось нам выяснить только ещё то, что мы задали вопрос самый первый здесь. Это что значит ваши глаза и глаза вашего брата Бениамина видят? Почему Юсеф здесь разделяется между ними? И глаза моего брата Бениамина он уравнял их всех, говоря подобно тому, как я не испытываю ненависти к моему брату Бениамину, непричастному к продаже меня в рабство. И при том, что когда происходила продажа в рабство, Бениамин в этом не участвовал. Значит, вы можете понять, что у меня никаких отрицательных эмоций, никакой ненависти по отношению к нему нет. И поэтому я говорю, как он своими глазами, так и вы своими глазами. То есть, что здесь главное? Что вы, как и он, он как и вы точно так же, как у меня нет ненависти к нему, точно так же нет у меня ненависти к вам. Стало быть, это уже не доказательство, а это уже именно попытка появится ли это у Йосефа. Прочитаем следующий стих. «Расскажите моему отцу обо всём почёте, который есть у меня в Египте, всё, что вы видели, и поспешите, приведите отца моего сюда. И пал он на шею своему брату Бениамину, и плакал, и Бениамин плакал на его шее, и целовал он всех братьев, и плакал в их обетях, и после этого его братья подошли и говорили с ним». Вот только здесь и сломался брат.